Добрый день! Многие из вас задают вопрос. Откуда в компании Skyway такие гиперпроценты? Вложил 5000 рублей, через 2-3 года миллионер. С 5000. Вложил 20 тысяч рублей, через 2-3 года 5 миллионов. Да не бывает такого. По-моему, разводом каким-то попахивает. Вот мысли у вас такие, вы мне об этом пишете. Естественно, где есть непонимание, там есть недоверие. Где есть недоверие, там есть откладывание действия. И я по этому поводу очень сильно переживаю, потому что простой, обычный русский человек пропускает эту уникальную возможность, которая бывает раз, не знаю, в 100 лет. Пропускает ее только потому, что он чего-то не понимает. Потом он спохватится, конечно, но поздно будет уже. Поэтому нам сейчас нужно разобраться на самом старте. Давайте по-простому, по-русски, без вот этой зауми разберем этот вопрос, без всяких терминов, crowdfunding, crowdinvesting. Это хороший термин, никто не спорит. Но многие не понимают, о чем вообще идет речь. Нам нужно вот по полочкам все это разложить. Вот представьте, что в вашем городе, Новосибирск, Иркутск или с какого там города, вот в вашем городе планируется строительство многоэтажного дома. И вам предлагают поучаствовать в долевом строительстве. И сейчас только котлован, ничего нет. Мало того, этот котлован вообще на пустыре стоит. Там вокруг ничего нет. Ну, естественно, преимущество какое? Квартира там стоит 3 копейки. Потому что все только начинается, неизвестно, что дальше будет. Потому что вокруг ничего нет, никакой инфраструктуры. Кому там что нужно-то? Ну, вы думали-думали и решили купить, потому что на квартиру в центре города у вас нет денег. А 3 копейки у вас всегда найдется. И вы решили купить. Купили, в общем, квартиру будущую еще, потому что ее нет. И сидите, ждете, наблюдаете за процессом. Но так получилось, что через пару месяцев вдруг стала известна такая вот инсайдерская информация, что вот возле этого дома, где вы купили квартиру, планируется строительство клинической больницы, международного института, самого крупного в вашем городе, детского сада, школы. В общем, вся инфраструктура начинает помаленьку создаваться. И естественно, естественно, вы с удивлением смотрите, как ваши друзья и знакомые в этом же доме, в котором вы купили квартиру себе за 3 копейки, покупают точно такую же квартиру, а уже в 2-3 раза дороже. Еще ничего нет, а квартира уже стоит 2-3 раза дороже. И они вам говорят, слушай, Сань, какой ты был молодец, что вот сразу это предугадал, предвидел и купил себе квартиру. Какие были мы недальновидные, мягко говоря, что тебя не послушали. И естественно, что когда построится этот дом, когда вся инфраструктура будет обстроена, как вы думаете, сколько будет стоить уже ваша квартира? В 10 раз дороже? Минимум. Уже, может быть, даже будет дороже, чем в центре города. Потому что все уже изменилось, вся инфраструктура у вас вокруг вашего дома вся есть, ваш район стал популярным, все хотят в этом районе проживать. Вы можете квартиру уже свою продать и получить огромные деньги, когда-то вложив 3 копейки. Или можете сдать ее в аренду и получать пассивный доход. Пример, я думаю, всем понятен. Так в Skyway сейчас происходит то же самое. Только это не местечковый вариант дома в вашем городе, в каком-то там пустыре. А это огромный международный глобальный проект, который изменит весь мир. И естественно, увеличение уже будет стоимости не в 2-3 раза, не в 10 раз, как вот на этом примере с квартиры, а в 100 раз, в 300 раз, в 500 раз, в 1000 раз. И поэтому сегодня вложив в компанию, в развитие компании 5000 рублей, став акционером, купив акции на 5000 рублей, вы рискуете через 2-3 года быть миллионером уже. То есть иметь акции, и эти же самые акции, но стоить они уже будут миллион. Как когда-то вы купили бы квартиру за 3 копейки, а потом она стала в 10 раз дороже. Почему так происходит? Потому что компания сейчас на самом старте, вот как этот дом, котлован только выиграл, вот сейчас так в компании происходит. Еще мало кто верит, еще куча сомневающихся, еще огромное количество людей, которые говорят что-то против. Все самое начало только идет, только все зарождается. Но со временем все обустраивается, подключаются нужные люди, эксперты, которые говорят, что да, это возможно. Компания делает какие-то практические шаги, конструкторское бюро запускает, нанимает конструкторов, начинает делать первые какие-то чертежи, а дальше их воплощать в жизнь, в железе. Все начинается помаленьку. Крупные игроки на рынке обращают на компанию внимание. И сегодня вот вы приходите, вы можете купить себе акции на 5 тысяч рублей, стать акционером компании. А завтра вы на эти же 5 тысяч уже купите вот столько вот акций. А через полгода, через год, вы вообще уже на эти 5 тысяч рублей ничего не купите. Вот в пример с нашей квартиры, это допустим сейчас вы за 3 копейки купите квартиру целую, а через год вы купите квадратный метр от этой квартиры, потому что все дорожает уже. Чтобы купить квартиру, 3 копейки уже не хватит, надо миллион копеек. Здесь то же самое. Чтобы купить какой-то пакет акций минимальный, сейчас вам нужно 5 тысяч рублей, а завтра вам нужно будет, через год вернее, вам будет нужно миллион, потому что все меняется. Поэтому здесь, как говорится, в одной русской пословице, не пословица, а фраза такая простая, хозяин барин, вы барин, решение зависит, ваше решение зависит только от вас, какое вы решение примете. Поэтому разбирайтесь с информацией, если вы разобрались и подумали для себя, прикинули, что нет, по-моему это развод, не вкладывайтесь в компанию, вы ее развеете, не становитесь акционером компании. Если вы решили, что я готов рискнуть сейчас, я понял, что это за тема, что она того стоит, то, пожалуйста, становитесь акционером компании. Я думаю, что ответил на ваш вопрос. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok